Вопрос девяносто пятый. У нас звучит литургия, литургия. Литургический сон и литургический. Давай. Вопрос девяносто пятый. Если в РПЦ Московской Патриархии из 719 правил Соборов и Святых Отцов 413 нарушаются, что по мнению старообрядцев является доказательством безблагодатности, то как обстоит дело у самих старообрядцев? Все ли правила Соборов у них соблюдаются? Ответ. Вышеуказанная цифра 57% нарушений всех правил. Это мой подсчет. Вот смотри. Я указывал в каждом Соборе какое правило. И чтобы вывести вот эту цифру, их больше нигде нет. Это моя наработка. И когда я это открыл в Жорданвильском монастыре, русско-православно-зарубежной церкви, мгновенно давайте материал опубликовать где-то. Но у меня его с собой не было. И вот это спросил Осипа всех этих грамотеев. Сколько правил канона нарушаются? Повторяю. По дулам пистолета даже они не отметят. Они не знают. И знать никогда не будут. Почему? Они защитники этой системы. Вот дальше. Труд нескольких лет. Нарушение правил широко практикуется и в стуровобрядцах, и в зарубежной церкви. И все находят этому оправдание в слове «нужда». Книга пророка Сирахова, 15 глава. Пророка, он не пророк. Сирахов, 15-12. Не добавляй слова. Книга Сирахова, 15 глава, 12 стих. «Не говори, он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном». Матфея, 7 глава, 3-5 стих. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему? Да, я вынул сучок из глаза твоего, и вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Меня когда спрашивали, я говорю, у нас в общине не нарушается ни одно правило, но это вообще их сшибает. Они говорят, да кого вы считаете? Я говорю, давайте. И это слово, которое я ответил, стало известно. И вот священники собрались, и мне говорят, и вы узнали, такие радостные сидят, и все это снимается. Ролик такой есть. А мы узнали, и вы правила нарушаете. Вот, и говорили, ни одно не нарушается, а нарушается. Я говорю, и какое же? А вы знаете правило такое, что с евреями в бане мыться нельзя вместе? Знаю. Ну вот, что я говорю, вот. Ну, в бане-то ходите, а там могут и быть евреи. Я говорю, я не хожу никогда, у нас своя баня. Как? А они так, ну, все же ходят. Тогда второе. Если в баню не ходите, то и в ресторан нельзя ходить все время вместе. Это тоже правило есть. Я говорю, вообще не хожу. Как так? Везде бывает, и они на столовой не находят, а там уже еврей сидит. Понимаете, вот эта-то юдофобия. Мозгизм бекренела буквально. Я говорю, не хожу. Ну, вы же дорогой бываете где-то? Бывают. Мы купили батон в магазине. А это не запрещается? Ну, нет, конечно. Мы с батюшкой зашли в сад, который там городской-то, и сидим на скамейке, в снег. И снег макаем. Каждая половинка этого батона, ну, продолговатая, как булка-то. И поели. Как? Со снегом? Да. Они вдруг переглянулись. Ну, видишь, и уродивы перед ним. Вот и все. А этот раз приехали, когда они опять. Вот теперь мы уже знаем, вы нарушаете. Я говорю, а как? Ну, правда, это не каноны правил, а в Библии сказано. Если пойдешь застан, возьми с собой лопатку, чтобы зарыть испражнения, потому что посреди вас ходит Господь. Ну, вот вы же ездили, ну, ну, ведь вы же ходили. Ну, правильно, мы в лесу остановились. Лопатка-то, я говорю, я сфотографировал, что лопатка, она в щихле была маленькая, как саперная. Что, с лопаткой всегда были? Всегда. Ну, и Сергей Павлович это знает. Туалет, первым делом, выкапывали, а потом уезжали, все заливали. Вот они подыскиваются, заметь, начались с еды и кончились туалетом. И ничего не нашли. Повторяю мои книги, 38 томов. Дали на разбор с центрским отделом, где-то в четырех, примерно, центрских отделах. Новокузнецкий, Темеровский, Тульской, Тульской эпархии, Видео-Московской. Главному сектоведу, как называют, обманщика этого, может, совершенно неверующего засланца. Дворкино, отдельно, Одесский монастырь. И там сказали, какой профессор этим занимается. И, а там семинария. И Сиева-Печерская лавра. Мне написал человек, который достоверно это знает. Вот он, который написал, что это знает, и прошло после этого уже не меньше пяти лет, а в общей сложности пятнадцать. И ни одного слова. А почему? Я вчера Ливону сказал, он говорит, ну вы к их системе-то не относитесь, к этой, к РПЦ. И поэтому ничего нету, они, говорят, с делами. Иначе бы они жахнули, ахнули. Ничего. Ни одного слова. Вот Ливон там рядом. Хорошо бы он еще сам сказал, чтобы услышали, как он был в Сергиевской лавре. И как издают специальные брошюры, книги, говорят, против меня. И раздавайте-то бесплатно. Пусть он покажет, расскажет. Да, так и было. Раздавали, еще объясняли со стервенением, что Лапкин еретик, гнать его в шею и так далее. То есть им не объяснишь ничего. И раздают бесплатно, распространяют и так далее, подтверждают, да. Вот так. Ты его покажи, вас можно тебе показать, чтобы вы видели, что это не подставная фигура. Мы ролик ночью выставили. Беседа с гостем о главном разрушителе. Больше тысячи за ночь пришло. А Герман и Стергиевы говорят. Дай, чтобы, если можно видеть, хотя бы тогда на ролик или как. Потому что наше содружество, чтобы знали. Тут мы с абсолютной точностью говорим. К нам приехал гость и посторонний он для нас человек. Вы не уходите, Сергей Павлович, сейчас закончим тогда. Мне нужно, я вам напишу, там вопрос задам и просьбу. И видать, никак, да? Никак. Ну, никак. Ну, в общем-то, ролик уже стоит. Там вы его увидите. Сегодня ночью поставил. Сегодняшнее после этого. Ну, еще прочитай девяносто шестой. Повторяю. А вот когда ответ впереди и там, коротенький ответ. Потому что вопрос-то говорит о правилах и есть у старобряцев. Я отвечаю. Потому что старобряцев, это моя родина. Там, где мы разделись. Там, где мы разделись. Там, где мы разделись.